МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда я слышу, люди мне говорят, у меня нет энергии, мне тяжело встать, и пока я не выпью свои 10 чашек кофе, я не могу прийти в себя. Да, 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 вот только хотела про это сказать, что ведь некоторые хвастаются. Я просыпаюсь для того, чтобы пить кофе, а не пью кофе, чтобы проснуться. А некоторые именно не могут проснуться, и более того, вот эти жалобы очень частые, что нет энергии, нет сил, ничего не могу делать, причем даже не то, что не хочу, а именно не могу физически, что просто вымотанная до предела, хотя сделал вроде бы чего-то очень мало. Как в том анекдоте, если после работы ничего не хочется, значит, работа вдовлетворяет. Есть такое. Программа Аппетербент, да, вместе с вами Лила Лайерна, Алексей Рипов, единственный ведущий с бокалом в кадре, где не кофе, но чай. Об энергии мы хотели сегодня поговорить, и эта программа сегодня, она в продолжении наших предыдущих программ, где мы уже начали с вами разговаривать про практики Алексея Рипкова, то есть меня. Получается такой цикл расстановки, медитации, и, собственно, вот энергия души, про которую сегодня поговорим. Да, и... Ну, и, в принципе, очень много, это практики Алексея Рипкова, все наши программы последние по большому счету. Если говорить про расстановки сценариев жизни Алексея Рипкова, если говорить про медитацию Алексея Рипкова, они все объединены как раз вот этой практикой, энергия души. И что это такое? С чем ее едят и зачем она? Мы хотим поговорить сегодня, а прежде чем мы начнем, мы, конечно, окунемся в культурную пучину нашего города. В энергии театра про театральную жизнь Питера. Путешествие. Я больше люблю уезжать, чем оставаться. Мы можем отправиться куда захотим. Иммерсивный спектакль «Луна Парк» от знаменитого режиссера Даниэля Финце-Паска. Каждый показ уникален. Ждем вас с 26 августа в Люмьер-Холе. Путешествие начинается. Когда мы заглядываем внутрь себя, мы такие, блин, а что такое во мне эти энергии? А где они? Как они? И что я вообще чувствую? И если начать внимательно смотреть, раскладывать по полочкам свои переживания, свои ощущения, то мы выделим эмоции, как реакции на мои какие-то ожидания, представления, ощущения. Ощущения жарко, холодно, хочется поесть, поспать. Это ощущения. Мысли. Мысли – это то, что я фантазирую, представляю, ожидаю. Мои ментальные образы – они же тоже часть моих внутренних ощущений. И искренние чувства. И вроде бы, казалось бы, они вот близко, близко-близко вот к этим вот… К эмоциям. Эмоциям, да. Даже мысли. Многие путают. Очень многие путают. Они считают, что эмоции – это чувство, а чувство – это эмоции. Вот такую запутку я встречаю неоднократно. Да. И даже вот когда мы… А что ты чувствуешь? Что я должен чувствовать? Да? То есть, что я должен – это уже мысли о том, что я должен чувствовать. Это вообще фантазия. То есть, это тоже не ощущение даже. И если говорить про эмоции и чувства искренние, чем они отличаются в свои, вот, наверное, в крайних каких-то проявлениях? Вот. Эмоции, они всегда направлены. Ну, то есть, вот, ну, бесишь ты меня, да? Ну, как бы, вот, бесишь вот конкретно этот человек. Бесишь ты, я его… Да, все. Или злюсь, там, например, да? Да. То есть, и это конкретный вектор, да? Ну, со злостью это очень понятно. Я злюсь, а здесь я, ну, как бы, вот, ну, наверное, как-то не больно, да? Что мне может прилететь обратно, да? То есть, вот, эмоции, они всегда вот дуальны. Вот, они как бы направлены, и они имеют вот два края. В одну сторону и в другую. Ага. То есть, я такой там все, а накричу, ну, я же сам боюсь, что мне прилетит, да? Ну, вот, то есть… Как бы, да. Логично, да. А с чувствами не так. С чувствами, ну, как вот, если ты прям по-настоящему, прям вот откровенно радуешься, ты не можешь не радоваться, ну, не знаю, вот, чем угодно. Вот, вот этого чашки, да? Все равно радуешься. Макро. Все равно радуешься. Если ты, как бы, радуешься наружу, то ты радуешься вовнутрь, потому что тебе эта радость наполняет. То же самое с любовью, то же самое с красотой. То есть, вот эти все проявления искренних чувств, они такие достаточно яркие. Но не надо путать, например, как говорят, чувство вины. Это не чувство, это эмоция, да? Вина, это как бы представление наших ожиданий. То есть, ты решил, что ты виноват, да? Вначале есть ментальность, потом эмоция. Это эмоция, не чувство. Но чтобы избежать всей этой путаницы... Ну, сложный момент. Даже со злости все равно сложный момент, где она двоякая, где она вот такая, как покрывающая радость. То есть, люди на весь мир, кто-то скажет. Ну, не на весь мир. Ну, давайте честно. Само на кого-то, кто... В данном случае весь мир, да? Как это вот... Никого ненавижу, да? Игорь конкретный. А никто, как бы, это конкретный человек обычно. Вот его я ненавижу, и заодно всех остальных. На этом очень хороший есть анекдот про тонущую женщину, которая кричит, спасите, спасите! Да не вы, а вот тот брюнет в желтых плавках. То есть, ну, конечно же, все понятно. Да. Поэтому будем в этом разбираться. Но прежде, чем мы перейдем к нашей следующей культурной части, я хотел бы чуть-чуть остановиться здесь и поговорить про особенность искренних чувств. То есть, если мы говорим про эмоции, да? Которые мы уже поделили их от чувств, да? Это вектор какой-то, он зависит от наших представлений, это все какая-то ментальная оценка, он все готовит. А в эмоциях много энергии. Ну, это объективно, да? То есть, вот, ты когда-то прямо думаешь, что вот стены снесут, да? Да, ну да. Почему еще иногда говорят, спортивная злость, типа, а вот накрутить себя, что я смогу, я там побежду, победю, я буду побеждать. И всех уделаешь, да, наконец-то. В эмоциях мы не имеем дела с какой-то новой энергией. Мы имеем дело только с той энергией, которая в нас уже есть. И мы как будто из одного сосуда переливаем ее в другой сосуд. Вот, мы ее копим, 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 потом она раз вырывается наружу, после этого мы чувствуем пустошение и провал какой-то опалит. Да? То есть, эмоция, это только та энергия, которая у нас уже есть, и мы ее откуда-то взлом место в другое переподнаполняем. А если мы говорим про искренние чувства, то тут интересно. У меня их не было, да? Их не было в моем окружении, но когда я только начал их испытывать, произошло что-то внутри меня необъяснимое, и во мне появилась энергия. И не просто энергия, да? Которая, ну вот типа, как пинг-понг можно было кидать, как в эмоциях. Причем, ну, этот пинг-понг не обязательно негативный, да? Он может быть и позитивный. Конечно. Позитивный, порадовались, потом погрустили. А здесь как будто вот ровненько все, такой матерный взрыв, такой внутренний, ровненько все, все вот под одну гребенку, но как бы, это какая-то новая энергия, которая что-то прям меняет и трансформирует. И я в силу вот своих исследовательских каких-то проявлений, изучая практики, к которым я столкнулся, к которым я столкнулся, которые я стал изучать, я увидел, что у людей ситуации в целом повторяются. Повторяются их какие-то болезненные истории. Ну, как вот некий сценарий, который они проживают вновь и вновь. Мы даже просто говорили, что в трех раз как пластинка такая испорченная, все пошло по тому же кругу только с другими людьми. Да, и если мы возьмем, заглянем куда-то глубже, не только как бы пройдем к себе по своей жизни, а по жизни своих родственников, мы видим такие же сценарии тоже у них. А если мы поднимемся еще глубже, поднимемся еще глубже, то мы откроем для себя эти истории в других наших жизнях, и они там точно такие же. И это говорит о том, что есть что-то общее у этих историй. Рассматривая, разглядывая, изучая эти истории, увидишь, что у людей, у персонажей, у героев, которые в этой истории оказываются, у них у всех одинаковая боль. Эта боль, как магнит, притягивает их в одну историю. Ну, там, не знаю, мама недолюбила, например, и все вот они недолюблены. И все недолюбленными мамами собираются в какое-то свое такое закрытое или открытое общество. Да, но нюансы с этой болью, они как бы вот бывают очень разными, и сказать, какая конкретно боль всех объединила, бывает сложно. Ну, когда ты их распутал, и распутывает эти сценарии, например, на остановках сценария жизни, изучая каждую роль, каждого персонажа, как они связаны, какие у них взаимоотношения, какие-то истории, почему они тут оказались, почему они все объединились, и чем они недовольны, в конце концов. Я пришел к интересному выводу, что у каждого из них одинаковая боль, да, и одинаковая энергия искренних чувств эту боль исцеляет. То есть, вот если они усилят свою энергию, получается, да, все вместе, то... Решение одинаковое для всех, как ключик такой золотой, который открывает все двери для всех этих ситуаций, родовых, кармических, такие у тебя в жизни, людей, которых ты притянул. Но если ты в себе нашел этот золотой ключик, в себе его включил, у тебя появляется способ решать эти конфликты мягко, без напряжения, как будто бы их больше и не было. И ты как будто выходишь из этих историй конфликтов и движешься дальше. Я подумал, ну классно же, если предположить, что все это так, да, на практике мы это проверяли, это работает, то, ну, можно, конечно, пройти вот этот долгий путь по исследованию сценария жизни, по поиску боли, по поиску энергии, которая это исцеляет. А с другой стороны можно дойти с другой стороны. Сразу работать с этой энергией. И оказывается, что у кого-то из нас вот этот спектр любви, он проявлен в одну сторону, ну, кто-то хорошо меня благодарит, например, кто-то хорошо прощать, кто-то хорошо чувствует, там, не знаю, радость и красоту. Ну, вот так сказать, что вот все грани, да? Ну, это сложно, да. Такого нет. Сразу там радость и красоту и благодарность. И если научиться наблюдать за этим, научиться генерировать себе эти искренние чувства, эту энергию души, то она начинает развиваться, раскрываться как цветок. И эта часть, она уже от нас никуда не девается, она остается навсегда с нами. И у нас появляется внутренняя точка опоры, внутренний источник, который помогает нам справляться с разными ситуациями. А как? Мы узнаем чуть позже, а пока слово музыкальной жизни нашего города. Да. Мой выход вечером, давай до встречи, я во всех сетях, снова где-то отмечен, эти вечные фильтры бесконечные, обработка все чего-то пилит, и откиньте фотки, кто на стиле и шмотках известных брендов, погони за уникальностью и контента. И обо всех моментах расскажет лента посадочный эталон другого континента. Аэропорт, такси, переполоха, рейс не задерживают, это уже неплохо. Я в суматохе от выдоха до вдоха, по этим строкам давай, не скучай, кроха. Фотосеты, анонсы, мероприятий и социдей ты легко найдешь в мире кстати. А пока я в небе словно автопад, в мудрых зацепит тебя своей симпатией. На высоте над землей там, где нет всех, но ты со мной. Все ж до утра не будешь спать, я прилечу и опять. Фотки, фотки, фотки везде, шмотки, шмотки, шмотки везде. Лайки, лайки, лайки везде, как и там, и здесь, тут петь совсем. Фотки, фотки, фотки в инсте, шмотки, шмотки, шмотки везде. Лайки, лайки, лайки везде, как и там, и здесь, тут петь совсем. Мой вылет вечером, давай до встречи, я лечу по встрече, всем позже отвечу. Безупречный лук из глубин стрит-арта, я твой лучший друг, для остального есть карта. Все вокруг залипают в своих смартфонах, палят сети, ну а я с микрофоном. Скоро отметим став по всем районам, став от идей до первого миллиона. И не стремлюсь в элиту, но вполне готов проснуться знаменитым, но пока в небе снова лечу куда-то, вот крыла самолета на фоне заката. Пролетай, пролетай над городами разных стран, когда-нибудь я делаю фото и там, пусть набирают лайков, целую кучу, я буду делать дальше круче и круче. На высоте, над землей, там, где нет всех, но ты со мной. Все до утра, не будешь спать, я прилечу и опять Фотки, фотки, фотки в инсте, шмотки, шмотки, шмотки везде Лайки, лайки, лайки везде, как и там, и здесь успеть за всем Фотки, фотки, фотки в инсте Шмотки, шмотки, шмотки везде Лайки, лайки, лайки везде Как и там, и здесь успеть за всем Фотки, фотки, фотки везде Шмотки, шмотки, шмотки везде Лайки, лайки, лайки везде Как и там, и здесь успеть за всем Фотки, фотки, фотки в инсте Шмотки, шмотки, шмотки везде Лайки, лайки, лайки везде Как успеть, ай, как успеть, а На высоте, над землёй, там где нет всех, но ты со мной, ждёшь до утра, не будешь спать, я прилечу и опять, фотки, фотки, фотки везде, шмотки, шмотки, шмотки везде, лайки, лайки, лайки везде, как и там, и здесь успеть совсем, а! Фотки, 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 фотки везде, шмотки, шмотки, шмотки везде, лайки, 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 весь день, как и там, и здесь успеть совсем, а! Так вот, получается, самым-самым важным каким-то вещам жизни нас практически особо никто не учит. Хорошо, если родители иногда скажут какое-то слово эту сторону, но как искать работу, как выбирать себе людей в отношениях, строить долгую, счастливую. Даже как свое призвание найти тоже, наверное. Это все иногда через метод проб и ошибок приходят. Да, я пробовал, там плохо, иди вот там, там нормально теплое местечко, Иван Иванович поможет. То есть, как будто бы вот этих вот моментов нам вообще никто не объясняет. И нам приходится путем проб и ошибок все это находить. И то, что можно не злиться, не обижаться, не страдать, не проваливаться, не испытывать дефицит энергии, а находиться в любви, быть наполненным, нас тоже никто не учит. И это удивительный пробел, что, оказывается, можно включить в себе свет внутри и быть наполненным. И это можно развивать. То есть, можно в целом научиться не быть вот в этих энергетических провалах, а быть самому себе источником. Сложно, потому что я уже за сколько уж, если честно, работаю с тобой и то понимаю, насколько иногда вот раз и тебя вот именно что выключили, там включили какой-то негатив внутри и все, оно сносит на своем пути, как я не знаю. И у нас как будто бы есть всего два выбора. Или быть в эмоциях и мыслях, да, и в этом внутреннем пинг-понге там играться. Или быть в искренних чувствах. И это совсем другое состояние. Я, ну, ищу подходы. Ну, вот, честно говоря, я с помощью и медитации, и расстановок помогаю людям найти это состояние, их собственных искренних проявлений чувств, чтобы они в себе это увидели, там, понаблюдали, познакомились. Поняли, что это, ну, мы часто почему-то ищем внешний источник, да, то есть вот какой-то придет человек, он у меня повлияет, и я тогда влюблюсь, и вот у меня тогда все раскроется, да, то есть... Принц на коне прискачет и спасет тебя от твоих нудных и унылых жизней. Как будто кто-то другой виноват в твоем собственном счастье и то, что ты там себя не видишь. А виноваты, да, другие злые силы всевозможные. Так обстоятельства сложились. Такая злая и справедливая жизнь, мне вот тоже иногда очень нравится в кавычках, как многие выкатывают такую претензию к жизни. Вот, ну, вот жизнь и навык. И, конечно же, я люблю, как бы, давать в том числе простые какие-то инструменты, которые помогут людям самим за жизнь. А, это прекрасно. Конечно же, есть медитации, которые специально для этого предназначены, они настраивают вас на ресурсное состояние и учат этому, но если вы еще туда не пришли, а это нужно в Телеграме найти мой канал или найти мой сайт алексейриков.ру, вот, если вы еще не там, то простые упражнения для вас вот такие. Мне очень нравятся два способа. Даже нет, три, про три я скажу. Первый способ. Это работа с красотой. Красота, она такая штука, она повсюду. Ну, только надо правильно на нее смотреть. Находите для себя то явление природы, которое у вас вызывает внутренний резонанс до мурашек. Обычный-то восход или закат солнца. Но это не обязательно. Это может быть что-то, что для вас прям ярко вас задевает и раскрывает. Найдите это явление, настройтесь на него, повзаимодействуйте. Побудьте в этом, да, остановите свой внутренний бег или внешний, в котором бежите. Остаетесь и прям насладитесь ощущением этого хорошего вкуса, этого явления красоты. Ну, кстати, наслаждаться хорошим вкусом это тоже туда же. Здорово. Но, чтобы вас ничего не отвлекало, потому что часто обычно мы туда еще что-то добавляем, вот явление красоты это прям самое, что ненависится лучшее. Убираем от лишних людей оттуда вот этих всех и нелишних тоже, то есть вы и явление красоты. Ну, поясню, то есть не привязывайтесь к тому, что вы встретили какой-то необыкновенный закат с любимым человеком или восход солнца. То есть любимый человек здесь вот должен как-то быть изъят из этого процесса, я правильно понимаю? Ну, чтобы это не было... Не привязывай к любимому человеку. Да, да. Вот это вот он подарил такие вот чувства, и закат-то был так себе серенький, но это уже был закат с любимым человеком, да. Просто очень красивый закат. Так, насладились, ну, надеюсь. Или приеме там, да, во время заката свалилось. Тут еще пришла вот эта смска. Да, да, да. То есть вы и красота, и вы в контакте с этой красотой находите внутренний резонанс и начинаете принимать тот резонанс, то внутреннее ощущение красоты, которое вызывает внешний закат. И когда вы принимаете эту красоту внутри себя, раскрываете ее, вы как раз знакомитесь с этой пресловутой энергией души в виде энергии красоты. Позволяя себе наполниться, раскрыться, наполнить себя этой энергией, наполнить пространство вокруг себя, почувствовать, кому не хватает какой энергии, да, для своих родных и близких, чтобы эта красота в них тоже раскрылась, да, повзаимодействовать с ними в этом. И вот в этом наполнении, в каком-то смысле, отдаться этой красоте, позволить ей рулить внутри вас и найти вот эту опору, опору на эту внутреннюю красоту. Это способ номер один. Другой способ. Я простые способы вам рассказываю, есть более сложные. Вот другой простой способ. У нас у всех по-своему разное детство. Вот, хоть у всех плохое детство, нет, не у всех, но часто почему-то у многих. И вроде как пастаться, там, какие-то моменты вспомнить, вот я там радовался, там, как бы был так безмятежно, ну, вроде бы, как бы это есть, но тут уже наваривается куча каких-то неприятных моментов. Поэтому мы вспоминаем любого другого ребенка, как я иногда говорю, которого не жалко, который прям искренне радуется, как колокольчик. И находим это состояние внутри себя, такое же по резонансу. И эту радость, эту радость принимаем себе и позволяем ей раскрыться. как, не знаю, порхающей бабочке, как цветку, необыкновенно красивую внутри вас. И позволить этому теплу и свету быть у вас, и быть источником вашего внутреннего тепла и света. Так. Это способ номер два. Я сколько? Четыре обещал, да? Три. Ну, если будет четыре, я думаю, будет неплохо. Хорошо. Идем. Повышаем ставки. Да-да-да. Способ номер три. Представьте себе, что вы в окружении каких-то доброжелательно относящих к вам людей. Так. Вот, они даже еще и близкие. Ну, не всегда близкие, как бы, доброжелательно относятся. Такое что-то бывает. А вот прямо тут все сложилось. Да. Необычно в этом не говорят. А у меня нету ни таких, ни других. Как же не быть? Ну, придумайте себе. Я не знаю. Вот. Людей, которым вы готовы быть, вот, не знаю, готовы приятно общаться. Да. И вы им делаете какой-то небольшой, тут вопрос не ценности, а какого-то тонкого попадания, подарка, которые их прям вот, ну вот прям проник, для них. И вот. Они его, возможно, очень ждут. Ну, ждут, не ждут. Они даже, может, и не ждут, но это очень для них прям вот восток вызывает. И вы дарите такой подарок, и такой, не именно такой же, а по такой же по ощущению получаете подарок от людей, которые вам важны. И то состояние, которое вы испытываете в эти моменты, когда вы дарите, когда вы принимаете, когда вы благодарны, и вы ощущаете благодарность, даже восторг. Вот это еще одно проявление энергии в душе, энергии благодарности. Такие вот простые, но яркие ощущения, они рождают в нас надежду, что все не так у нас плохо. И когда мы наполнены этой энергией, и мир нас воспринимает по-другому, открываются какие-то новые двери, появляются какие-то новые ситуации, и в эти ситуации дают нам другое состояние жизни. Качество жизни меняется. Боль, которая где-то сидит внутри, она начинает исцеляться, она начинает трансформироваться. Ну и четвертый способ. Да, конечно. Четвертый способ – это когда ты занимаешься любимым делом и раскрыт в этом творчестве, и ты наполнен этим, и ты в эту сторону мечтаешь, фантазируешь, ты находишься в этой творческой энергии, твоей творческой энергии. Что это у тебя? Вообще не важно. Поешь ты там, рисуешь, лепишь пластилина там, не знаю, заделываешь там швы в бетонной стене. Инженерные сети прокладываешь. Турбиратор ремонтируешь, да. Прямо дальше, с того, как они это соображают и правильно все делают. Вышиваешь там и кромаешься. Не важно. У каждого это своя. Главное, вот эта творческая подача, там, эти самые истории какие-то придумываешь, да, там, для сайта, для радио, там, для телевидения. Не важно. И вот, а если ты еще вдруг, это повезло, что ты нашел соратников, больше этого слова, по этому процессу, вот, и ты занимаешься этим. Совместно. Да. То это вызывает еще больше яркий резонанс. И тоже, это тоже проявление энергии души. И вот этими практиками я учу заниматься целенаправленно, да. Развить себе вот этот внутренний огонь. И находить опору в нем. Развить его так, чтобы это не было просто чем-то мерцающим и искрящим, да. А чтобы это был полноценный внутренний огонь, который вас согревал и который согревал пространство вокруг вас и менял ситуацию, в которую вы попадаете. Ух, как всего много. Надо как-то переосмыслить, прочувствовать. Ну и, наверное, конечно же, надо еще познакомиться с киножизнью Петербурга. Перевелся на кино. Да. Я дал тебе десять лет жить своей жизнью. К чему тебя это привело? Ты ходил за мной тенью. Я тренировал тебя, чтобы самые опасные люди на свете не смогли тебя убить. Сынок. Пора тебе занять место рядом со мной. Не бывать этому. Тебе не убежать. От самого себя. Кто ты такой? Господи. Держите заборочни. Мы сила вдвоем. Мы сила вдвоем. Мы сила вдвоем. Почему, казалось бы, такую простую историю, да, как принимать, любить, радоваться, так сказать, в течение красоты, я возвел в практику? Ну, потому что, оказывается, мы не уделяем этому достаточное внимание. Мы не считаем даже это важным. А это важно, причем важно настолько, что это инструмент, который помогает разруливать ситуацию, менять судьбу человека, менять его какие-то внутренние качества. То есть, это настолько мощный инструмент. Он в несколько раз эффективнее, как показала практика, чем инструменты психотерапии. И он безопасный, он экологичный. И это то, что не вызывает, не знаю, привыкание вызывает, да? Ну, может быть. Ну, зависимости, наверное, нет. В зависимости, по крайней мере, от других. Ко всему хорошему быстро привыкаешь, это нормально в этой жизни. В зависимости от кого-то другого. Потому что это все внутри тебя, и просто нужно научиться этим пользоваться. Этому раскрыться. И вроде бы кажется, что все просто, но я уже больше десяти лет обучаю этим практикам. Вот. Я пришел к тому, что вот есть сопротивление у людей, когда они начинают переключаться, да? С этой внутренней боли, к которой они привыкли, они чем-то там их глушат, там все как-то, то есть, спасаются. Переключиться на этот внутренний источник и стать опорой для самих себя. Поэтому для вас, вот, чтобы укрепить вас в этих практиках, да, для себя самих, я провожу медитации. Этих медитаций прямо уже вот огромная куча. Ищите, найдете в интернете медитации Алексея Рябкова. Повторите еще раз. Да. Для этого я провожу различного рода тренинги и мастер-классы. Для этого я провожу индивидуальные консультации. То есть, каждый для себя может найти тот путь вот к своему собственному счастью, а я всего лишь проводник. Я лишь только помощник, который помогает вам разжечь ваш внутренний огонь с помощью вот практик Алексея Рябкова. И хочется передать эстафету вот этого творческого начала. Разжигание огня в стихотворном виде. Через творчество, да, что мы тоже сегодня говорили. Всегда говорю душой. Немного поэзии в наших программах. Да. Я совсем уж плохой композитор, но горжусь лишь одной работой. Я люблю тебя. В этом крике ни единой фальшивой ноты. Вот так. Иногда как-то творчество, оно показывает, что у него есть сестра краткость. Коротко, но с душой. В завершении уже нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней программы. Хочется подвести итог. Конечно. Сказать, что вы все… Молодцы. Молодцы. Все одарены чем-то очень важным, очень ценным. И путь к вашему дару, он лежит в том числе через принятие себя, принятие своих искренних чувств, выстраивание этого внутреннего диалога. Поэтому находите время, пусть и немного, но качественно, для вот этих простых упражнений, где вы радуетесь, где вы благодарите, где вы учете красоту, где вы раскрыты в своем творческом начале. А с вами был Алексей Рябков. Мастер стилетических практик и единственная ведущая в макарон все-таки Лена Ларина. Это был Арпитер Бенц. До встречи через неделю. До встречи. Ура, до встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok